Нужен ли Москве новый мэр? Хотя и не за Собянина, но Собянин в какой-то степени он же хозяйственник. Я считаю, что Москве нужен мэр хозяйственник, но новый. Мы недавно обсуждали это с друзьями. Ну и все-таки простой народ, наверное, видит больше хорошего. Ну, то, что сделал старый мэр, прибрался, да, вот эти широкие улицы, проспекты, зеленые стали. И, в принципе, вот то, к какому выводу пришли мы, это то, что стало лучше. И нам всем очень нравится, и менять пока никому ничего не хочется. Зачем? Нас все устраивает? Пока думаем. Я думаю, что нет. Я думаю, что нынешний мэр много сделал для города. Нужно еще и сохранить преемственность. Вот в чем дело. У нас каждый раз приходят новые люди, все с нуля начинают, все ломают. Я думаю, что должны все-таки они иметь какую-то альтернативу. Старый мэр должен все-таки с кем-то побороться. Я бы оставил предыдущего. Собянина. Собянина, да. По-моему, многое делать для благоустройства Москвы. Я за него буду голосовать. Вы знаете, нет кандидатуры. Ждем мы чего-то нового, что, ну, в общем-то, в принципе, изменит что-то в лучшую сторону. Ну, как и все люди. Чем-то мы где-то медицины недовольны, где-то, сами понимаете, образованием недовольны. Поэтому вопросов много. Ответов пока нету. Это будет хорошо исключительно для смены обстоятельства, чтобы что-то происходило и двигалось, чтобы не останавливалось на месте. То есть пошел прогресс, пошло развитие. И обычно потом это столбится. И чтобы не было какого-то столбника, необходимо движение. Для этого и нужна смена власти.